всем привет мои дорогие мы начинаем новое видео самого утра решили съездить сразу же в магазин tedx в русский магазин mixmart называется подкупить продукты на неделю уже практически ничего нету и вот заехали в этот магазин здесь все по евро отдел присмотрела себе пару вещей недорогих тоже на кухне у меня чуть-чуть не хватало декора и вот решила взять здесь вообще мы сюда приехали чтобы купить мальчикам в комнату обои и галтыльки ну и конечно клей на днях начнем делать ремонт у мальчика в комнате насчет кровати мы уже определились старшему сыну будем покупать такую же кровать как у дочи а максу тоже заказали в интернете уже и придет после 25 числа только что вернулись с русского магазина ездили закупались мясом колбасы и так по мелочи всего получилось нас взяли под три сумки неполные сумки как видите в прайс у нас 248 и 51 цент принципе раньше три сумки покупали и цена было около ну 150 допустим да сейчас как бы тоже три сумки в принципе почти то же самое покупаем да не уже цена как бы 100 евро разница сейчас буду быстренько вылаживать сумок и покажу что мы купили вообще за такую сумму тут вот одна сумка и тут две сейчас по одной буду вытаскивать все показывать принципе ничего такого не брали обычно мы едем даже еще больше покупаем всего ну а так что пробежались мы вообще ехали в магазин tedx покупать обои и вот купили там обои получается галтельки в детскую комнату и по пути сразу заехали в русский магазин так первое вот такие вот банки они ведь мягенькие максику поставить на перекус вот такие вот печенье как-то вперед брала пачку они дешевые в принципе недорогие по моему два с половиной или три евро что-то тут килограмм получается очень вкусные производства италия очень вкусные нам тогда понравились так быстро ушли и я сегодня решила взять еще две пачки дела потому что быстро уходят разброс так лапша для дешпармака две штучки следующие овощей редиска два пучочка взяли там очень была такая крупненькая такая красивенькая взяли там так детям чупа-чупсы на развес в русском магазине продаются и так по одному а на разрез получается тоже около трех по моему евро три с половиной если я что-то не путаю вот такую взяли вот колбасу три поросенка он получается фирма это очень вкусная колбаса в принципе но такую большую я еще не брала обычно мы маленькие берем но вот это вот вытянула на 17 с копейками да вот 17 12 так что надолго хватит на патероброды детям чуть-чуть еще один мясо и колбаса вот такая вот колбаска тоже очень вкусная деревенская жареная одну штучку взяли тут идет мясо на тридцать шесть восемьдесят центов это у нас идет карбонат был называется по-русски филе как получается мясное три кусочка взяла так следующая сумка у нас вот такую колбаску тоже взяли тоже три поросенка фирма очень нравится нам мы ее покупаем вот всегда колбаску раз такую тоже мы постоянно берем она как полукопченая вроде как тоже очень вкусная вот такой вот грудинка фирменная сало копченая да следующие вот такие вот салат либо дети иногда таскают майонез два пятьдесят нет 4 евро да по-моему до 4 евро раньше было два пятьдесят цена сейчас четыре евро но это марс себе игрушку вот таки вот конфетки тоже взяли были по акции по моему даже эти конфетки по 59 центов за 100 грамм либо за 79 какие-то точно были до по 79 центов за 100 грамм тоже вроде бы чуть дешевле может быть чуть дороже 2 пачки у нас принципе продаются бывает по отделам совсем не ходишь и не видишь ее а сегодня была как раз увидела так вот печенье опять такое же фарш фарш кила за килограмм у нас 569 центов идет я два килограмма взяла на 13 евро раньше у нас фарш вообще стоил 250 если ты покупаешь 5 килограмм 2 50 а сейчас 6 евро за килограмм да уж девочки мальчики куда с такими ценами коробка тоже взяли конфетки мы тоже сегодня магазине стоим дедушка с бабушкой закупаются и бабушка говорит скоро уже как по музею будем в магазин ходить на дедушка говорит по моему не скоро а уже ходим не можем половина взять так еще сухари чечевица берем сюда оранжевую такую красную она быстрее варится чем зеленая так следующая вот такая вот рыбка обычно две-три упаковки берем и сегодня решили одну взять только так и вот и вот это вино замилка дам как-то взяла бутылочку попробовать получается не помню только каким цветом брала я ее очень понравилось в принципе вкусное вино оно получается почти 7 градусов вот можно иногда когда дни рождения или какие-то праздники так следующая сумочка у нас вот такой вот чай индийский 100 пакетиков первый раз беру обычно берем другой но этот был сегодня подешевле по акции решила так следующая сыр косичка наверно муж взял или сына макс не знаю кто из них я не брала так вот такую вот соль взяла на засолку потому что у меня я солила простой соли которая продается в калханде ну вроде говорят что нужно специальная соль для засолки брать не знаю попробуем так следующая шпротный паштет взяли две штучки так вот еще одно один майонез следующий вот такая вот борщевая заправка мне тоже очень нравится я вам уже показывала ее вот так еду в русский магазин покупаю когда бывает хочется борщ быстро отварить времени мало я картошку чище получается либо мясо отваривали бы просто постный делаю вот борщевую заправку кидаю получать картошки вот вам больше так вот такой вот торт термису очень вкусный обычно темный беру сегодня взяла другой попробовать еще одно такое вино только другой уже так вот такой вот кисель самый вкусный принципе вот такой вот берем тоже иногда бывает в пакетиках беру а иногда вот шесть штук взяла вот еще заправка три штучки взяла гречка у нас раньше я другой был брала бы гречку в пластмассовых таких баночках но что-то ее нету вот еще одно вино три бутылки вина взяла так вот рыбка вот такую вот первый раз берем кусочки сома с кожей глазированные попробовать взяли тоже не брали еще так сода дома тоже кончилась у меня пищевая так еще взяла вот такую вот такую зеленую чечевицу брала обычно всегда красную а сегодня взяла думаю попробую такую а может быть вкус другой будет у нее в принципе так вот такая вот ливерная колбаса тоже иногда хочется вспоминаешь вкус детства так это взял макс это соки детские но я такое не помню не покупаю никогда не хочу но вот иногда не слушаются дети следующая рулька на холодец взяла одну штучку вышла на мне 536 ребрышки вот ребрышки такие вот маленькие получать как вот такими сделаны нарезка такая получается не она у нас обошлась вот эти ребрышки 5 евро и последнее это у нас сало вот такое вот сало получается тут ребрышки еще вот так вот идут кусочек они 9 евро почти 8,69 вот так ну вот девочки вот это вот все что мы купили в русском магазине так и еще мы заезжали в магазин TEDx покупали обои в детскую комнату для мальчиков взяли галтельки тоже ну и клей в принципе это показывать не обязательно никому не интересно будет потом уже будем когда клеить уже покажу какие обои и в магазине мы там взяли получается батарейки всегда окончаются у нас у Макса постоянно машинки на батарейках или игрушки какие-то постоянно вот 8 евро или 8 с копейками ну 8 евро вот такое вот мыло всегда покупаю мне очень нравится то что оно и в пластмассовой баночке удобно стоит ничем не в пакетиках да как бы это и в принципе пахнет вкусно руки мыть как раз в ванну и в гостевой туалет ставлю такое так это муж все по евро там тоже есть отдел такой взял звоночек себе на велосипед у него сломался себе я взяла вот такие вот иголочки постоянно иголки куда-то деваются не знаешь не успеваешь покупать их и для декора тоже вот купила вот такого вот ежика вот такую белочку и вот такая вот сауния симпатичная классная такая я я думаю вот поставить как раз у меня на кухне такого как такового в углу там декора нету вот хочу туда поставить ее и вот такие вот листочки купила вот то что они мне понравились что они идут вот такими вот с проволокой да как сказать что можно зацепить их куда-нибудь либо они будут хорошо держаться то что у меня есть они маленькие у меня листики но они у меня вот такие вот маленькие и без проволоки получается их только как-то на горячий клей клеить или еще как-то ну и вот и максу взяла тоже чтоб цветные разноцветные было ему интереснее клеить когда поранится так что девочки вот это магазин получается вот это все у меня по евро отдел было все по евро ну и после всех магазинов теперь будем все разбирать ставить на свои места сразу же пересыпаю все сыпучие вот в такие баночки они у них крышка прорезиненная и очень плотно закрывается здесь лапшу получается для супа я пересыпала в другие баночки они не очень плотно закрываются в принципе это нормально для макарон для спагетти а именно вот такие сыпучие я стараюсь пересыпать в такие баночки которые закрываются очень плотно и во все крупы в баночке я ложу по одному лавровую листу чтоб не заводилось ничего вот даже у меня вот видите баночки сейчас я пересыплю старую гречку в тарелочку в баночку сначала протираю ее насыпаю новую свежую гречку и уже сверху засыпаю та которая дома была чтобы использовали первую которая уже не свежая гречка пересыпаю тоже соль специально которую для засолки купила в этом году не знаю пригодится или нет но на следующий год так точно пригодится тоже насыпаю в баночку чтобы красиво все что в баночках стояло тем более баночки у меня освободились уже есть место куда я их не подписываю потому что бывает часто меняю что внутрь положить да сода тоже вот у меня закончилась тоже купила сразу все пересыпаю делаю потом нужно еще будет все в холодильник убрать разобрать и будем резать с вами мясо я не промываю его просто хорошо обтираю ножом и начинаю перерезать получается крупными кусочками режу это как типа на плов допустим такими крупными чуть поменьше потом кусочки все перерезаю и слаживаю в пакетики порционально чтобы сразу брать как бы и не оставалось в пакетиках ничего чтобы хватало на один раз допустим на плов там на борщ я варю тоже из такого мяса и потом тоже на самом конце уже порежем на шашлык готовить уже не знаешь что тем более на выходных хочется нет не стоять возле плиты целыми днями до проводить время с семьей так что сегодня я порежу как раз вечером муж замаринует его и будет на завтра у нас на обед шашлык пока я режу здесь занимаюсь мясом у меня работает стиральная машина мы в тедоксе тоже когда были я вам сразу не показала купила тюль хотела конечно мальчиком в комнату купить но она не подходила она получается на кольцах идет а у мальчиков другая гардина поэтому я ее думаю повешать до дочи в комнату а мальчиком уже перевешать с дочной комнаты там как раз подходит вот эти вот крепления все так что закинула она сполоснется сейчас я как раз мясо доделаю и пойдем с вами повешаем ее насчет мяса тоже хотела девочки мальчики спросить кто моет мясо или не моете мясо тоже говорят вроде бы это нельзя мыть мясо многие пишут что нужно мыть вот я думаю спросить тоже кто большинство моет мясо либо нет как вы занимаетесь мясом вообще перед готовкой я получается когда вот покупаем мясо я его полностью хорошо обчищаю все ножом салфеткой все 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 убираю вот этот верхний получается как бы можно сказать слой да и как бы перерезаю все слаживаю на место и могу иногда конечно помыть перед тем как делать иногда могу не помыть так что я говорю вот задумываясь иногда как большинство думают людей нужно мыть или не нужно потому что я говорю многие говорят вроде надо мыть а многие говорят тоже не надо мыть как бы 50 на 50 так что спросила у вас может кто-то мне посоветует лучше что делать я сразу не показала купила еще в тедоксе вот такие вот тюль очень красивая тюль чем она нам понравилась тем что ее не надо гладить а то как начнешь их стирать но и столько гладить столько всего блин так тяжело вот и я мне очень понравились они наши я их в тедоксе уже наверно раза два видела но как то вот не решалась купить они идут на кольцах у нас у дочи только такие я хотела конечно мальчишкам такие взять но у мальчиков другая гордина так что взяла их повешала дочи а у дочи забрала повешала мальчиком так что очень классные мы их сразу принесли сразу постирала машинки просто сполоснула и все повешали не надо заморачиваться очень классные тут их три штучки две получается вешаются такие без без сборки так получается не очень симпатично а вот со сборочкой это красиво ну а на сегодня будем прощаться всем спасибо что были со мной всем пока пока а